Теперь мы подходим к, на мой взгляд, самой полезной и интересной теме в иллюстрации. Это композиция. Композиция – это правила одни и те же в любом дизайне. И дизайн, и фотография, и интерьер дизайн, и графический дизайн правила примерно те же. Но я приведу, мы будем говорить именно на примере иллюстрации. Мы будем говорить о иллюстрации. Композиция – это организация элементов на листе таким образом, что они приобретают значение и смысл. Я думаю, что это всем понятно. Зачем нужна композиция? Кто вообще задумывается о композиции, когда рисует? Ну, неплохо, неплохо. Она нужна для того, чтобы подчеркнуть самая важная точка фокуса. Для иллюстратора это и есть суть его работы. Уметь найти главное в иллюстрации и уметь свести глаз смотрящего на это главное. Правильно провести взгляд зрителя через иллюстрацию и задержать внимание на главном. Опять же, это не просто, что человек глянул и попал туда, куда надо. Вы должны вести взгляд, вы должны расставлять вот эти вот акценты по рисунку, чтобы зритель чувствовал, куда ему смотреть в первую очередь, во вторую и в третью, и на чем задержать взгляд. Помочь понять иллюстрацию, вообще понять, что вы имели в виду, что вы хотели сказать. И тоже я девочкам сегодня говорила, что когда вы рисуете, ваш главный вопрос должен быть какой? Ой? Ну ты знаешь, зачем ты испортила? Я же хотела спросить у тех, кто не знает. Почему? Почему это главный вопрос? Ну вот смотрите, вы берете, у вас пустой лист, вы знаете, что вы хотите нарисовать. Почему вы сделали композицию именно такой? Почему вы выбрали именно такую цветовую комбинацию? Что это значит? Почему? Почему вы поставили ваш акцент, ваш центр именно в этом месте? Почему? Очень-очень важный вопрос. Вот вы, что бы вы ни делали, на каждом моменте, если я вас остановлюсь и скажу, а почему ты сделала именно так? Ты можешь мне объяснить, почему ты так сделала? А если ты… Кстати, вот несколько раз такое было, я у девчонок сказала, а почему вот так вот ты нарисовала? Не знаю. Профессиональный иллюстратор должен знать, почему. Он поставил точку именно в том месте, где он ее поставил. И провел линию там, где он ее провел. Он должен уметь это аргументировать. Понятели? Так, создать эстетическую гармонию. Понятно, что визуально существуют параметры, по которым мы можем сказать, гармоничный рисунок или нет. А чтобы понять, как это делать, нужно знать основные правила, по которым работает любая композиция. Лучше знать принципы, чем пытаться угадать. Опять же, многие не знают. Честно, многие не знают. Я тоже не знала, когда начинала. Иногда вот рисуешь, а потом смотришь. Ты понимаешь, что что-то не работает? А что не работает, не понимаешь. Поэтому гораздо лучше начать сначала, чем начать с конца, а потом пытаться понять, что не так. Мы начнем сначала. Композиция — это система, которая позволяет автору погрузить зрителя в особый художественный мир. Итак, элементы дизайна. То есть что нам нужно, какие инструменты у нас, чем мы можем пользоваться, чтобы как-то повлиять. Подождите, подождите, тут еще картинка будет. Вы рано фотографируйте. Мы на этом задержимся. Смотрите, у нас есть линия. Чем мы можем работать? Какие инструменты у нас есть? У нас есть линия. У нас есть фигура. Фигура — это 2D. Это если мы нарисовали круг, вот круг, это будет наша фигура или квадрат, или что угодно. Что еще мы можем? Чем еще мы можем работать? Создать или атмосферу, или акцент. У нас есть цвет. Цвет тоже очень важен. У нас есть текстура. То есть это все то, что мы можем использовать. Все, что в нашем распоряжении. У нас есть тон. Мы можем придать объем. У нас есть форма. Форма — это 3D. То есть если фигура — это 2D, то форма — это 3D. И у нас есть пространство. То есть то, что вокруг наших элементов дизайна. Опять же, пространство может быть позитивным и негативным. Негативное пространство — это свободное место, ничем не заполненное вокруг наших графических элементов. Оно тоже очень важно. Мы об этом поговорим. Не обязательно пользоваться всеми элементами дизайна. То есть раз у меня есть 5 карандашей, и, значит, я ими всеми обязательно буду рисовать. Вам не надо пользоваться всеми. То есть вы рисуете рисунок. Ага, значит, я что-то могу сказать текстурой, вот здесь я текстуру добавлю. Ага, я что-то могу сказать цветом, вот здесь вот я цвета добавлю. Лучше меньше, да лучше. Лучше используйте 3 из этих элементов. Используйте, я не знаю, линию, цвет и текстуру. Или без линии, если у вас с пятнами рисунок. То есть необязательно использовать все, если хочется, пожалуйста. Но то, что у вас это все есть, еще не значит, что всем этим сразу нужно пользоваться. Принципы дизайна. Баланс. Это визуальное равновесие элементов. Это гармония. Вот, допустим, первый пример. У нас есть два рисунка. Понятно, почему в одном есть визуальное равновесие, а в другом нет. Глаз уравновешивает. То есть здесь у нас сразу глаз упал в эту сторону. Взгляд упал и остановился. Он смотрит не на весь рисунок, не на общую композицию, а вбок, потому что там ничего не происходит. На втором рисунке мы поставили пятнышко, и уже вот издалека уже кажется композиция более гармоничной. А если композиция гармоничная, у нас есть симметрическая равновесие и асимметрическая. То есть если мы располагаем одинаковые элементы с двух сторон, абсолютно идентичные, это симметрическая. А если элементы разные, но как бы они балансируют, то это асимметрия. Но тем не менее это все равно баланс. Вы чувствуете этот баланс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!